МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существует четыре версии этого вида единоборств. Для того, чтобы рассказать о нем в программе «Хабаров спортивный» на хабаровской студии телевидения, мы выбрали одну. Называется она «Тхаквандо ВТФ». Почему она? Да потому что это олимпийский вид спорта. Именно «Тхаквандо ВТФ» сегодня входит в олимпийскую семью. Правда, произошло это относительно недавно, но первый блин для российских тхаквандистов комом не вышел. Знаете, «Тхаквандо ВТФ» официально олимпиаду включили с 2000-м году, это в Сиднее, да? Когда тогда стала у нас состав сборной России, Наталья Иванова с Иркутска стала серебряным призером. После удачного дебюта в Австралии последовали две неудачи в Пекине и Афинах. И через 8 лет снова подъем, причем на двух олимпиадах подряд в Англии и Бразилии. А вот в Лондоне у нас наша версия как бы под «Тхаквандо ВТФ» в составе сборной России было уже два призера, это Барышникова Анастасия, бронзовая призерка, и Денисенко Алексей. Олимпиады олимпиадами, но не будем забывать и о наших краях, вернее, крае. На сегодняшний день тхаквандисты Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов и поселков края, уверенно входят в число лучших среди спортсменов всей страны. В России город Хабаровск, то есть в том числе Хабаровский край, скажем так, в тройке сильнейший. Это по техническому комплексу МЦ. Ну, по кирургии, как бы мы тоже стараемся, как бы попасть в десятку в России. А так, вот в этом году у нас по техническому комплексу МЦ, который проходил в город Краснодаре, чемпионат и первенство России. Ну, наши спортсмены оттуда приехали как бы победителями, призерами. Победы, понятное дело, приходят не сразу, а как приходят в этот вид спорта. У каждого тхаквандиста своя история. Например, Кириллу Шевченко рекомендовали врачи и одноклассники, каждый по-своему. Мне сказали врачи, что у меня проблемы со спиной. Ну, и в школе были проблемы там с пацанами, там драки всякие эти. И мне, я прихожу там и говорю, мама, папа, дайте мне какую-нибудь секцию, так, чтобы я мог постоять за себя и за более слабых мне друзей. Вот, и так вот и пошло. Конечно, при выборе вида спорта свою роль сыграл и тот факт, что только версия ВТФ дает право на участие в Олимпийских играх. Так, ну, я загадываю, думаю, мечтаю. Да, хотелось бы, конечно, но достаточно очень трудно пробиться туда. Это очень много отборов нужно пройти. А еще тхаквандо – очень объективный вид спорта. Дело в том, что результативные баллы здесь начисляют тоже судьи, но электронные. Люди оценивают только эффектность приемов, вся эффективность под контролем приборов, которые фиксируют точные попадания по защитной амуниции. У электроники нет любимчиков и нелюбимчиков. Для нее все равны. Здесь честно судится, объективно судить. Здесь такого нету, что поставить балл нечаянно. Такого не бывает. Зато в тхаквандо бывает, что спортсмены после своего поединка могут судить схватку других спортсменов. Но драться они все-таки любят больше, чем судить. Судить легче, но драться, конечно же, лучше. Я бы лучше предпочла драться, чем судить. Теперь больше драться, чем судить, победителям краевого чемпионата предстоит на Дальневосточном турнире, который пройдет на Сахалине. А уже летом состоится чемпионат России в Краснодаре. Успеха хабаровским тхаквандистам мы уже пожелали. Это был Хабаров Спортивный на хабаровской студии телевидения. Сегодня мы вам рассказали о тхаквандо ВТФ. Если эта версия этого вида единоборств вам не нравится, у вас есть еще три варианта. Но одно без вариантов. Болейте за наших. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!